здравствуйте мои дорогие друзья спасибо вам что вы со мной спасибо вам за ваши комментарии спасибо за подписку за то что смотрите мои видео сегодня у нас будет еще одно видео из серии жизнь в швеции я вам расскажу о шведском национальном костюме оказывается народный костюм и национальный костюм это немножечко две разные вещи шведский национальный костюм или же сверье дракт отражает единство шведского народа шведский народный костюм отражает шведский менталитет скромность сдержанность шведов но в то же время в нем присутствует вкус и грамотный подбор цветов в швеции насчитывается более восьми с половиной сотен народных костюмов в основном они отличаются цветами и покроем несколько некоторых элементов но в принципе они очень похожи друг на друга для шведов народный костюм исторически был одеждой которую крестьяне носили каждый день и круглый год однако с конца 19 века а именно в связи с тем что многие люди потянулись из сел в города и крестьянство стало не таким многочисленным народные костюмы стали все чаще использоваться лишь в праздничных целях многие из так называемых народных костюмов которые носятся в наши дни они являются реконструированными на основе сохранившихся деталей и элементов или же описаний старых костюмов есть даже костюмы которые созданы с нуля при отсутствии каких-либо описаний но с учетом местных традиций какие же традиционные элементы шведского народного костюма начнем с мужских элементов рубаха обычно она была льняной состоящим воротом широкими рукавами и узкими манжетами праздничные рубахи украшались вышивкой по манжетам и на вороте жилет он являлся неотъемлемым атрибутом мужского костюма носился прямо на рубаху и зачастую имел лацкан куртка или же кофта она изготовлялась из толстой шерстяной ткани домотканого сукна или льна и имела тоже стоячий ворот и два ряда пуговиц по борта пиджак он носился в основном весной и осенью изготавливался из сукна и имел длинный подол штаны первоначально представляли из себя бриджи однако в начале девятнадцатого века появляются штаны до лодыжек штаны обычно изготовлялись из замши зимние штаны из овчины они имели гульфик клапан на передней стороне и сидели на бедрах женская одежда в шведском народном костюме была немного более разнообразна чем мужская нижняя рубаха она не имела рукавов и поддерживалась на лямках длина подола была короче чем у верхней рубахи или же юбки верхняя рубаха она состояла из двух частей верхней и более грубой нижней праздничные верхние рубахи вышивались белыми нитями женская рубаха обычно изготовлялась из хлопка или льна также как и мужская рубаха женская имела широкие рукава с узкими манжетами блуза она носилась поверх рубах или же вместо ее верхней части доходила детали и обычно вышивалась на груди и по вороту юбка была длинной одноцветной например красной зеленой темно-синей или же полосатой изготавливалась обычно из шерсти или других тканей с украплениями шерсти ее насборивали и зачастую пришивали к лифу зимой шведки обычно носили овчинную юбку также шведки носили корсаж или лиф который обычно был сделан из сукна а в холодную погоду он мог быть кожаным корсаж был широким вырезом чуть выше груди и обычно он завязывался спереди на шнуровку или же застегивался на пуговицы очень важным элементом шведского женского народного костюма были передники которые изготавливались из шерсти они были одноцветными например ярко-красными желтыми синими или же полосатыми полосатые фартуки и передники носились обычно воскресенье и на праздники но не одевались в церковь а яркие односветные можно было носить в церковь куртка или кофта надевалась холодное время года на корсаж и блузу и обычно она была приталенная из верхней одежды шведы обычно носили пальто из сукна или же шубу из овчинки что касается головных уборов и аксессуаров конечно же они присутствовали шведском народном костюме мужчины зачастую носили соломенные фетровые и валеные шляпы также фуражки картузы тюбетейки вязаные колпаки а зимой помимо колпаков шерстяные шапки женщины носили чепсы разнообразных фасонов впоследствии их заменили косынки а также вязаные шапки под обувь обычно надевали вязаные чулки они могли быть одноцветные или опять же полосатые у мужчин чулки обычно доходили до колен и подвязывались у подола штанины шерстяной лентой или кожаными ремешками что касается обуви обычно это были сапоги или башмаки как деревянные так и кожаные женские повседневные туфли имели низкий каблук а праздничные каблук чуть повыше женщины обычно подпоясывались шерстяным поясом ярких цветов пояс крепился к юбке с помощью шнура сумочкой подвесным карманом так называемый шуль сек буквально переводится как юбочная сумка на плечи женщины любили набрасывать шаль мужчины тоже подпоясывались обычно тисненным ремнем и очень часто они носили подтяжки поговорим о региональных особенностях шведского народного костюма вот примеры некоторых костюмов разных регионов швеции жених и невеста в народных костюмах регион мандаларна начало двадцатого века это разные костюмы региона сконы а вот праздничный женский костюм блэкинге это костюм региона хельсинкланд а вот костюм из сэдер маннланд как вы видите эти костюмы в основном отличаются своими цветами и немножечко кроем но в принципе элементы которые в них присутствуют они характерны для каждого региона швеции что же касается шведского национального костюма шведский национальный костюм отражает единство шведского народа этот костюм был создан в 1903 году художницей марта йоргенсен на основе всех вариантов народного костюма впервые этот костюм был представлен городе фалун 1902 году марта йоргенсен той же полу не была основана шведская ассоциация женского национального костюма эта ассоциация работала над освобождением от господства иностранной моды и ее целью было разработать практичный костюм на основе шведских сельских костюмов задумкой было что этот костюм будут носить все женщины в союзе швеции и норвегии течение десятилетий на рубеже 19 и 20 века многие члены ассоциации национального костюма искали по селам элементы или же описание сельских костюмов в некоторых районах такой материал был скуден или даже полностью отсутствовал но в некоторых географических районах все еще были пожилые люди которые продолжали носить народные костюмы по старинным обычаям вот именно на основе этих знаний которые собирались по крупицам был создан шведский национальный костюм и также были реконструированы многие костюмы утерянные во времени в разных регионах поначалу новосозданный национальный костюм был очень популярен однако после второй мировой войны интерес к нему почти сошел на нет однако в середине 70-х годов в стокгольме в северном музее был найден один экземпляр национального костюма 1903 года сотрудники музея решили дать объявление в газете и благодаря этому они смогли найти еще несколько экземпляров женского национального костюма именно того костюма который был создан в начале 20 века после консультации с читателями газеты был создан и мужской национальный костюм и 6 июня 1983 года во время первого празднования дня швеции королева силия представила усовершенствованный вариант национального костюма спроектированный ею вот на этой фотографии вы видите принцессу мадлен со своей дочерью лио леонор на дне швеции 6 июня 2014 года национальный костюм окрашен цвета флага швеции синий и желтый случае с женским костюмом он состоит из белой рубахи синего корсажа юбки и желтого передника борты корсажа и подол передника украшены вышивкой в виде белых цветов зелеными листьями этот костюм подпоясывается тканным поясом с серебряной пряжкой чулки и туфли обычно черные мужской костюм имеет аналогичную цветовую гамму он состоит тоже из белой рубахи желтых штанов бриджей и синего жилета в наши дни народный костюм это костюм для вечеринок который обычно избавляет своего владельца от всего что называется социальным статусом скромные и застенчивые шведы прячутся за своим костюмом национальный костюм и народные костюмы обычно используются в торжественных случаях таких как например национальный день в швеции день летнего солнцестояния кристины выпускные в школе и также танцевальные представления и участниками фольклорных ансамблей нужно заметить что народный шведский костюм это довольно дорогое удовольствие в интернете можно встретить объявление когда люди продают совсем не старинную одежду новую которую они сами сшили или кто-то им шил под заказ и обычно один элемент то есть юбка может стоить 500 и 800 евро то же самое с жилетами с кофтами каждый элемент стоит достаточно дорого но в принципе я считаю что это здорово что шведы возвращаются к своему прошлому к своей культуре в этом есть определенно какой-то романтизм что вы думаете о шведском национальном или народном костюме носили бы вы его я честно говоря ни разу ни разу не одевала народный костюм хотя у меня есть юбка и у меня есть шаль на плечи старые которым лет сто как-нибудь я вам их обязательно покажу дорогие друзья спасибо вам за просмотр я надеюсь что это видео вам понравилось ставьте лайки комментируйте я очень люблю ваши комментарии подписывайтесь конечно же всего вам самого-самого хорошего крепчайшего здоровья и много много счастья до скорых встреч пока пока и и и Субтитры создавал DimaTorzok